Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы читаем книгу «Премудрости Иисуса Сына Сирахова», вникая в ее смысл, глава третья. «Дети» обращается, премудрый автор. Прежняя глава начиналась со слова «Сын мой». Тепло и теплое, и частное обращение. Теперь некоторое обобщение, оно настраивает всех нас вслушаться особо. Напомню, потом нередко и Господь Иисус Христос обращался к Своим ученикам, апостолам, с этими же словами. «Дети» и «Мотери», что «снедно» сде. «Дети, послушайте меня, Отца». Сами эти слова говорят о том, что надо довериться как Отцу, искренне любящему своих детей, и то, что скажет Он, приложить на сердце свое. «И поступайте так, чтобы вам спастись». Вот это слово «спасение», оно звучит очень неожиданно для людей, вступивших на путь церковной жизни. От чего спасаться? Мы не тонем на водах, мы не горим в пламени. И чувство того, что смерть неизбежна, хоть и приходит к нашему современнику, лишенному церковной жизни, но не осознается каким-то неизбежной надвигающейся катастрофой. А когда узнаем мы, что, какие великие блага приуготованы Богом для человека, и как легко человек может этого лишиться, тогда слово «спасение» становится для него самым главным в жизни. «Ибо Господь возвысил Отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями». Вот о чем пойдет речь в этой главе, об отношении к родителям. Разрушение семейных связей непременно ведет к нравственному краху тех, кто забыл послушание отцу и матери, кто потерял к ним любовь и благодарность, кто под влиянием каких-то социальных проектов, а на самом деле античеловеческих, представляет из себя какую-то оторванную от своего семейного единства единицу, которая манипулирует совсем недоброй силой. Господь установил послушание детей и отцу, и матери. Почитающий Отца очистится от грехов. Что это значит? Неужели за одно почтение к Отцу Господь дарует нам очищение? Нет. Дело в том, что сохранивший благоговейное почтение к старости, к тому, кто тебя родил, кто вскормил тебя, кто прилагал свое отеческое попечение и материнскую заботу в твоей жизни, соблюдший эти благородные высокие чувства, непременно ответит и на любовь Отца Небесного своим собственным покаянием, своим изменением порядка в жизни, а следовательно и очищением грехов. И уважающий мать свою, как приобретающий сокровища. Вот это да. Некоторые думают наоборот, что, пренебрегая родителями, вторгаясь в их материальный мир, властно, как наследник, и присваивая себе то, что принадлежит им, легко обогатиться. А оказывается, не в этом, а именно в сохранении благоговейного почитания и всякой заботы о матери, есть путь к приобретению подлинных сокровищ в этой жизни. Блаженный кроцей скажет Господь Иисус Христос, ибо тий наследит землю. Почитающий Отца будет иметь радость от детей своих, и в день молитвы своей будет услышан. Немалое утешение и побуждение к тому, чтобы иногда и при крайних неустройствах в душе своего родителя потерпеть его и чудачество, и странности, и назойливость, и требование многого внимания к себе ради того, чтобы и самому, когда в тебе оскудеет крепость, оказаться в попечении у своих собственных детей. И в день молитвы своей будет услышан. Это заповедь Божья, чти Отца своего и Матерь, да благо тебе будет, да долголетен будешь на земле, подтверждается и здесь словами премудрого Учителя. Уважающий Отца будет долгоденствовать, повторяет заповедь, одну из заповедей Деколога Моисеева, Иисус Сын Сирахов. И послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почтит Отца и как владыкам послужит родившим Его. Во многих ли семьях сейчас сохраняется это благовейное почитание, именование по имени Отчеству своих родителей, а если и не так, то хотя бы расположениями сердца на детей всегда ли удовлетворяются, утешаются престарелые родители их. А тем более служение. Очевидно, что, став взрослыми, мы осознаем необходимость служения владыкам и искренне и с усердием выполняем это дело не только за страх, но и за совесть, понимая, что так устрояются добрые дела, когда мы подчиняемся поставленным над нами просвещенным правителем. Но признай первым правителем над тобою твоих родителей, и в послушании им приобретешь великую славу. Делом и словом почитай Отца твоего и Мать. Слова мало. Великое дело почтительности на словах, но тот, кто говорит, обличает Господь иудеев отцу или матери своей карван, дар Богу, чем бы ты хотел пользоваться от меня, и может уже не почтить отца своего и матерь. Это лицемерие обличает Господь Иисус Христос. А премудрый убеждает поступать так, чтобы пришло на тебя благословение от них. И далее фраза, которую мы часто произносим, священники, совершая таинство венчания, ибо благословение отца утверждает дома детей. Благословение родителей созидает дома. И, напротив, оклятва матери разрушает до основания. Помни, приобрети себе благоволение владыки, владык и царя царей, тем, что привлекаешь благословение отца и молитвы родителей своих о твоей семье. Это не противоречит заповеди Божьей. Оставит человек отца своего и матерь свою, прилепится к жене своей, и будут два вплоть едину. Но и созидая свою семью, свой дом, у нас во христианстве уже малую церковь, не забудь источника благ и основания, как говорит премудрый, ибо благословение родителей утверждает дома детей. А проклятие, не дай Бог, навлечь на себя матери своей, может разрушить его до основания. Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе бесчестия отца, слава человека от чести отца его, и позор детям, мать в бесславии. Как тут не вспомнить учреждение у иноверных, которые настолько хранят институт семейного подчинения, что даже сын после смерти отца в течение трех лет не имеет права ничто из его распоряжений изменить. И вслед за отцом ушедшим, старший брат в семье становится беспрецедентным, безспорным руководителем и указателем для младших. Но плоды у этого семейного устойчивого здания, огромные, целой цивилизации, благодаря этому закону, как говорят в конфуцианстве, сяо, сыновней почтительности, удерживаются в внешней великой исправности, хотя и без благодати Божьей. «Сын, прими отца твоего в старости его и не огорчай его в жизни его, хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей». Странно, что полнота силы для некоторых является основанием пренебречь ослабевшим родителям. И это очень серьезно, замечает премудрый. Это говорит о том, что за внешней силой, которую приобрел человек, обнаруживается через пренебрежение ослабевшим отцом великая гнилость его души, низость, которая сопровождает мнимое возвеличивание. Такой человек обличается, как колосс на глиняных ногах. Как бы невысоко надмевалась его голова, если он не имеет почтительности к своим престаревшим родителям, то отвержен будет и самим Богом. «Ибо милосердие к Отцу не будет забыто, несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится». Несладкие ли слова, неутешительные ли? Есть ли основания им не доверять? «В день скорби твоей вспоминется о тебе, кем? Самим Господом всемогущим, как лед от теплоты разрешатся грехи твои, оставляющий Отца то же, что богохульник, и проклят от Господа, раздражающий мать свою». Чудные слова. Кого они сейчас не задели за сердце, кого не побудили, неисправленные исправить. И мы, священники, очень часто принимаем безутешные исповеди, когда уходят в мир иной, холодно сопровожденные в вечную жизнь родители, а то и вовсе лишившиеся прощальных попечений своих детей, то дети, пришедшие в сознание, много хотели бы вернуть из прошлого для того, чтобы объявить свою благодарную попечительность ушедшим родителям. Но единственная благодать Божия, приемлющая кающихся, является для них утешением. «Сын мой, веди дела твои скротостью, и будешь любим богоугодным человеком». Это вторая часть третьей главы, посвящена, мне кажется, написанию образа грядущего Господа Иисуса Христа, который сказал о себе, «Научитесь от меня, я как роток есть, мы смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, и оправдайте свое призвание из небытия в бытие, и исполните свое предназначение войти в небесное царство. Веди дела твои скротостью, и будешь любим богоугодным человеком». Найдутся у тебя и друзья, и единомышленники, и покровители среди тех, кто сам делом жизни своей полагает служение Господу. «Сколько ты велик, сколько ты велик, столько и смиряйся. Вот тайна величия. И найдешь благодать у Господа». Эти слова, кажется, надо написать на всех школах управления, институтах командования, всяких тренингах для молодежи, которые помогают стать им великими. «Сколько ты велик или хочешь быть великим, столько смиряйся и найдешь настоящее сокровище, и состоишься как человек, приобретя эту благодать у Господа. Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным, ибо велико могущество Господа, и он смиренными прославляется. Бог гордым противится, смиренным дает благодать». Вспоминаем мы Новый Завет. «Через меру трудного для тебя не ищи, и что свыше сил твоих, того не испытывай». И это некое проклятие, такое совопросничество, попытка некоторых проникнуть в тайны жизни, бытия своим ограниченным, тварным человеческим умом. Не может субъект познать себя как объект, не может часть системы познать систему. Только вера открывает нам подлинно, открывает нам сердце к богопознанию. «Что заповедано тебе, о том размышляй, ибо не нужно тебе, что сокрыто. При многих занятиях твоих о лишнем не заботься. Тебе открыто очень много из человеческого знания, ибо многих ввели в заблуждение их предположения, и лукавые мечты поколебали ум их». О чем говорит Премудрый? Конечно же, о мечтах, о замашках на невозможное. Чем сначала отличился сам дьявол Деница, сотворенный Богом как могущественнейший из ангелов, сказал по свидетельству Исаии, «Взойду на небо, поставлю там престол свой». Более Бога хотел подняться в своем надмении и оказался низверженным. Таково и свойство надменного ума, который думает постигнуть тайны Божьи, который глумится над тайнами веры и, не имея страха Божьего, хулит святыню, противопоставляя ей свое ничтожное знание, свои фантазии, более того, о том, что он что-либо знает, как должно знать. «Кто любит опасность, тот впадет в нее. Упорное сердце напоследок потерпит зло. Упорное сердце будет обременено скорбями, и грешник приложит грехи ко грехам». Что такое нераскаянность, как упорство? Разве много ума надо для того, чтобы признать Божественное всемогущество, даже созерцая наш с вами видимый мир? Разве может в здравом уме ужиться всерьез мысль о том, что жизнь наша есть способ саморазвития неодушевленной материи, которая, обладая всемогуществом Бога, сама себя развивает, доводя до совершенных форм на вроде человека. Так что я и есть сам себя родивший, сам себя создавший. Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесная я и песенка моя. А на самом деле за этими надменными гордыми мыслями упорство сердца, не признающего, не желающего признать, очевидное. И результат такого упорства приложения грехов к грехам и таких грехов уже сотворения, из которых бывает уже и нету выхода, потому что теряется самое расположение к покаянию и способность к нему. Испытание не служит врачевством для гордого, потому что злое растение укоренилось в нем. Сердце разумного обдумает притчу, и внимательное ухо есть желание мудрого. Вода угасит пламень огня, и милостыня очистит грехи. Кто воздает за благодеяние, тот помышляет о будущем и во время падения найдет опору. Здесь хвалится и тот, кто подает милостыню, ибо это воля Божья, поддержание творения своего в жизненных силах. Поэтому, подавая милостыню и доброму, и злому, как дождь дождит на праведных и неправедных, и солнце сияет и добрым, и злым, так и всякий, подающий милостыню, помогающий нуждающемуся, оказывается творящим волю Божью. Потому, сближаясь с Господом, творением его воли, которая требует от нас милостыни, и быть милостивым, непременно смягчается сердце человека, и через покаяние он обретет и прощение своих собственных грехов. Но велик и тот, прибавляет автор, кто воздает за благодеяние, тот помышляет о будущем и во время падения найдет опору. Если ты благодарный дароприниматель, то ты благоразумен, ибо умеющий благодарить принимает еще и новые благодеяния. А тот, кто считает в порядке вещей, изливаемые на него Богом и людьми, благодеяние, и только ненасытно требует большего, лишится и того, что думает иметь. Потому благодарное сердце, сообщает воодушевленный автор, помышляет о будущем, и как бы тяжело ни складывалась жизнь, во время падения непременно найдет себе опору. Субтитры создавал DimaTorzok